а сейчас попытаюсь настроить микроскоп посмотреть под микроскопом как выглядит стертая часть как выглядит стертая часть ничего увидим то увидим о вот оно видно что она точно на текарном станке точеная он они канавки видны так а теперь смотрим на оставшимся здесь они она вообще однородная вообще однородная гладкая и скользкая так что если стираются покрытия то наверное скорее всего я думаю я даже больше чем уверен наверное достаточно просто отполировать стаканы но уже не могут настроиться даже ногтем ногтем тянешь по непокрытым он гладенько а поэтому местами чувствуются зубы чисто ради эксперимента вот одном и братом у меня 2 еще есть второй стакан еще 2 попробую так же сама сделать вот уча и мы чисто скотч брайт мы уже чуть-чуть снял все не знаю но гладенько стал слышно хотя черт знает не знаю вот пасты гои идут на херачил но вообще по идее надо было какую-нибудь оправочку и насадить что там включается не знаю еще покрутим но на уровне выставить выставить ровно чем выставить метод тоже пятачок бы какой ничего перед было это не подойдет это и блять тоже не подойдет пробка транс альпа сделаем все ровненько мертвая пробка транс альпа сейчас мы это ценим да что ж тебя трясет на экран то мы на штатив где-то нормально Ай блин у меня что-то затянута Ёбка-йёбка Ставный удар Смотрим что-то Ну да, там удар-обработка Ну да, там почти всё, да я думаю хватит наверное Ровненько Ровненько Так Теперь там что надо сделать Ну да, теперь её надо Меньше диаметра Мы ещё сейчас стучим немножечко Ещё немножечко стучим Не зря ли я точу Походу дело зря Долбоёвы 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 Не, вроде не зря Ещё чуть-чуть и было бы зря О'Её-мое Все зря было Я дал боёвы Она сюда изначально не подходила Она сюда изначально не подходила как раз как бы она мне в лоб не вылетела заднюю бабку ставить вообще лениво на датчике одеть что-то мне уже стремно становится и оборотов поменьше ну в принципе оденется это кусок эпоксидки что-то оставалось я ему пригодится вот вот и пригодилось так протощим вот этим трясу чем неудобно сферистически должно получиться двадцать шесть ну попробуем мерим да 26 вот даже я его просадил немножко не ем а и а вот а потом посадил все вот А, отличненько. Так, нужно сфокусировать его сюда. Но они все равно как бы есть, но они стали такие совсем мелкие и равномерные. Не знаю, может еще пошлифовать, может заработает. Ну и вот. Вот, ногтем не царапку сделал. Ну вот, как-то я царапнул ногтем. И вот. Или это я стер. Не, ногтем вроде. Не, не царапается. Нормально все. Ну, вот такое оно стало. В принципе, его можно попробовать полирнуть в зеркало. Но это надо шлифовать. Наверное. Это надо, наверное, шлифовать. Ближе не хочет его. А шлифовать мы и размер уберем. Поэтому надо только полировать. Ну, не знаю, надо еще попробовать. Пополировать. Наждачкой не буду. Поставлю мембрану китайскую. Посмотрим, что должно получиться. Надо попробовать теперь. С китайского стакана, с которым мне ничего не работало. Так, эту штучку мы оставим. С китайского стакана, с которым мне ничего не работало. Попробую снять мембрану, чтобы потом поставить ее в тот стакан. Но это у них не тихонное покрытие. Это как самоидирование какое-то сделано. Аидирование это не то. Попробую снять мембрану. Еще раз. Смешка. Пармуток пара. О, снялась. Теперь ее надо внедрять на тот стакан. А как там расположено отверстие? Ну-ка, 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 ну-ка. Мне кажется, китайцы долбоебы. Мне кажется, китайцы долбоебы. Они просто неправильно надевают резинку, что она вверх торчит. Если ее развернуть вот так вот, то она становится как надо. Или это я долбоеб? Это я, наверное, долбоеб все-таки. Потому что здесь буртик-то. Здесь же. Знаешь, китайцы пидорасы. Ооо, а так она... Она должна в буртик упасть. Блять, ну а так она вверх торчит. Ну да, так надо ставить. Заворачивать вот так вот. Но какие-то они все равно эти мембраны. Какие-то они дубовые. Они какие-то дубовые. Мне не нравятся. Родные в оригинале были мягче. А вот надо до дома дотащить, рассмотреть в микроскоп и повзвешивать. И понять, что к чему. Но с этими стаканами у меня не работало оно. Почему? Я не знаю. То ли там какие-то микронные диаметры разнятся. Сейчас, кстати, померяем. Здесь у нас покрытием. Ну посмотрим, там не сильно толстые покрытия. Так, снимаем вторую. Просто берем и тянем. Все. Офигеть, как все просто. Но это тоже самая история. Как они там отливают. Я не знаю, что у них за форма там. Ну да. Точно такая же. Запихивать мы ее будем таким же самым способом. И тоже она какая-то... Ну она не эластичная. Она какая-то, блин, ну не такая. Итак, вот что имеем. Имеем две мембраны целые. Китайские. Имеем китайский. Имеем один оригинальный стакан. Здесь ее надо поставить. Просто понять на родной. Снять с мотоцикла. Ну и одеть ее сюда. А это отполировано. Ну, может я еще раз отполирую побольше. Посмотрим. Не знаю. Даже больше, чем два с половиной. О, новость. Начал на втором стакане тянуть, а она... Она и разошлась. Прикольно. И зазор-то какой-то слишком большой. Так, а вторая. Даже без смазки, без всего. О. Оп. Чё-то тут не то. О. Интересно. А я третий стакан тоже возьму. И третий подвешиваю. Померю. Так. Ну, ладно. Хорошо. Это, получается, у нас на белых вот этих стаканах туго снималось. А на черных стаканах с ними снялось хорошо. Так. Да они как-то сделаны по хуйму и до блядски. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Вот, всё на одном, всё на втором. Смотри, смотрим. Вот это тоже китайские завальцовочка сделана ровненько. На оригинальной завальцовочка вообще сделана ровненько. А на этой на китайской, во-первых... Ну-ка, сейчас наждачечка тираним. Вот это. Вон она как сделана. Здесь завальцована, а здесь ни хрена не завальцована. Вот поэтому она и болтается. Зачем вот эти вот отверстия? Полотверстия сделаны чуть-чуть. Вроде начали сверлить и закончили. Так, всё, берём эксперименты, развешиваем, всё перемеряем и даём результат. Вот. 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 Вот.